SCP-2264. Предварье Аллагады. Объект номер SCP-2264. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Ввиду широкой известности и как следствие невозможности прекращения публичного доступа в здание, в котором находится SCP-2264-A, меры безопасности должны быть сосредоточены на недопущении доступа посторонних лиц ко входу в аномальную зону. В целях сокрытия существования SCP-2262-A установлено сотрудничество фонда с правительством Великобритании. Единственным путем доступа к объекту является специально сооруженный скрытый проход. Первоначально существовавший вход в комнату, где находится SCP-2264-A, был замурован с целью недопущения доступа неавторизированных лиц к объекту. Ввиду опасности возникновения психологической зависимости следует проводить ежемесячную ротацию оперативных сотрудников, работающих с SCP-2264-B. Описание. SCP-2264-A представляет собой железную дверь, находящуюся в потайной комнате, расположенной в подвалах башни Мартина, являющихся частью лондонского Тауэра, также известного как Дворец и Крепость Ее Величества. Указанная дверь не может быть открыта обычным способом. Для этого требуется проведение специального сложного ритуала. К объекту также прикреплено сложное устройство, состоящее из алхимических приборов, таких как перегонные кубы, реторты и тигель. На основании дневников, обнаруженных в потайной комнате, предполагается, что SCP-2264-A, часто описываемый в дневниках как Врата Януса, Янус, древнеримское божество, начал и переходов ассоциируются с дверьми, воротами и коридорами. Был создан Генри Перси 24 апреля 1564-5 ноября 1632-го. Девятым графом Нортумбленд, английским аристократом и алхимиком, в течение долгого времени содержавшимся под стражей в лондонском Тауэре. Несмотря на заключение, граф частично сохранил влияние и находился в комфортных условиях, имея в частности доступ к книгам и материалам для исследований. Из-за наличия обширной библиотеки и интереса к науке и оккультным знаниям, он получил прозвище Граф-Волшебник. Также представляется возможным, что к созданию SCP-2264-A были причастны и другие люди из окружения Персии, включая Джона Ди, известного алхимика и придворного астролога королевы Елизавета. Школа Ночи – тайное общество, занимавшееся научными, философскими и религиозными изысканиями. Членов данного общества подозревали в атеизме, что в те времена считалось не только ересиной преступлением против государства. Членом которой предположительно является Генри Перси, также могла иметь к этому отношение. Записи Генри Перси, Графа-Волшебника Нигередо – против темной ночи души, свеже извлечь, шишковидная железа. Огонь порождает внутреннюю тень. Альбедо – отмой нечистая, дождь смывает грехи, готовя душу к вступлению в Элизиум. Раздели, не по требованию строгой гармонии, но на два противостоящих начала, что должны затем соединиться в единство противоположностей. Циринитас – победа сходится с желтизной лунного сознания. Белая уступает закату, фонарь спутника убивает луну. Рубеда – красный намекает, а скопи устройство жертвенной кровью. По мнению экспертов фонда по алхимии, приведенные инструкции имеют некоторое сходство с великим деланием – четырехступенчатым процессом создания мифического философского камня. Воспроизведение данной процедуры требует удалено. Информация доступна по запросу в отделении алхимических исследований. Не установленным образом механизм внутри SCP-2264-A реагирует на корректное проведение ритуала, отпирая дверь, ведущую в SCP-2264-B. SCP-2264-B – экстромерный город, не соответствующий ни одному известному месту как на Земле, так и в других местах. Любые предметы из SCP-2264-B исчезают при попытке вынести их через SCP-2264-A. Такие предметы впоследствии обнаруживались на тех же местах, откуда были взяты. По словам входивших в SCP-2264-B, все их личные вещи при этом пропадали, а одежда изменялась. Появившаяся одежда, по их словам, напоминала маскарадные костюмы, ассоциировавшиеся прежде всего с венецианским карнавалом, и исчезала при выходе из SCP-2264-B. Маски на территории SCP-2264-B не снимаются, но остальные предметы одежды при желании могут быть удалены. Большинство обитателей SCP-2264-B одеты аналогичным образом. Исследователи отмечали органический характер их костюмов, часто описывая их как хитиновые. Большая часть обитателей SCP-2264-B представляют собой гуманоидные сущности. Им присвоено обозначение SCP-2264-1. Небо над городом, согласно описаниям, имеет желтый цвет. На нем имеется неизвестное количество звезд черного цвета. Их расположение не соответствует каким-либо известным или предполагаемым созвездиям. Внешний вид сооружений позволяет предположить, что все они были вырезаны из монолитного материала. Согласно отчетам исследователей, в SCP-2264-B встречаются лишь черный, белый, желтый и красные цвета. Архитектура подчиняется законам неевглидовой геометрии. Также не действует нормальная гравитация. Это может быть вызвано присутствием в городе нескольких гравитационных колодцев. Но установить это путем непосредственного измерения не представляется возможным. Ввиду чего иногда можно наблюдать обитателей города, идущих по лестницам вверх ногами, двигаясь при этом соответственно ощущаемому ими направлению силы притяжения. Город обладает специфическим запахом, описываемым как запах сухих, слегка заплесневелых цветов, или старых книг. Определить размеры города достаточно сложно. Город расположен на острове, окруженном черным океаном, с заполненным жидкостью неустановленного состава. Согласно описаниям, более вязкая, чем вода. Агенты, исследовавшие SCP-2264-B, отметили необычные сноподобные ощущения, мешающие оценить время и расстояние. Хотя SCP-2264-B материален и, по всей видимости, не является сном, исследователи, обладающие навыком осознанных сновидений, в значительно большей степени сохранили самоконтроль и внимание к деталям, чем те, кто данным навыком не обладал. Ввиду возникающей психологической зависимости от SCP-2264-B, команду исследователей следует ежемесячно заменять. Первые попытки исследований привели к самовольному уходу восьми агентов, а те, кто вернулись, испытывали затруднения с внятным и детальным изложением наблюдений. Исследовательский отчет от Доктор Калиста Наварос. Первое посещение. Сноподобная природа SCP-2264-B заставила многих воспринимать его как сон или галлюцинацию. Не осознавая его внутреннего правдоподобия. Мой опыт осознанных сновидений, а также использование галлюциногенных препаратов помог мне. Примечание доктору Калистро Наваросу. Успешно справиться с задачей. Мои товарищи быстро попадали под воздействие аномалии, будучи вовлечены в упаднические развлечения города, в особенности внутри дворца. Несмотря на соблазн, мне удалось избежать вовлечения в разгул оргии. Предлагаю еще раз опросить всех ранее побывавших в SCP-2264-B. Вряд ли им удалось осознать все детали. Многие из тех, кто испытывал осознанные сновидения, рассказывают о полетах и путешествиях к звездам. Но они лгут. Большинство погружается в мир своих эротических фантазий. Еще раз подчеркну, это не сон. Но я понимаю, почему большинство людей не видит разницы. Это мне напоминает легенду об Ассасинах. О том, как их предводитель якобы одурманил новичков наркотиком и затем приводил свой замок. А в нем располагался сад со всеми мыслимыми удовольствиями. Так что люди верили, будто им дали ответы райского блаженства. SCP-2264-B действует похожим образом. Хотя я не думаю, что именно в этом причина его великолепия. Я сомневаюсь, что это намеренно устроенная ловушка. Это просто город. Хотя, конечно, несравнимый ни с одним из тех, что я когда-либо раньше видел. Но город, существующий вне обычной реальности и подчиняющийся иным физическим законам, нежели привычные нам. При исследовании SCP-2264-B мне удалось сделать несколько важных открытий. Первое. Универсальный перевод. Большинство агентов воспринимали язык обитателя города как английский. Я же слышал их речь на моем родном испанском языке. Даже обращенные ко мне слова членов моей группы я слышал внутри аномалии, как произнесенные на испанском. Мне также удалось обнаружить, что данный эффект распространяется и на письменную речь, но с меньшей точностью. Надписи первоначально выглядят как неизвестные символы. Большая часть знаков содержит спиралевидные элементы. Если продолжить рассматривать эти символы, они начинают расплываться и менять форму, пока не появится перевод. Тем не менее, эта возможность имеет некоторые ограничения. Некоторые слова, родного для обитателей SCP-2264-B языка, не имеют аналогов в человеческих языках. Символы выглядят движущимися, и продолжительное их разглядывание легко может вызвать тошноту и головную боль. Второе. Настоящее название SCP-2264-B Аллагада. Город-государство у границ непредназначенного. Точный смысл остается неизвестным. Многие сведения мне удалось получить от жезлоносца Кулманса, такого же пришельца-исследователя. На нем была маска с клювом и роскошная мантия, маскирующая горб на спине. Его руки были покрыты чешуйками, скорее напоминающими те, что встречаются у птиц, чем чешую пресмыкающегося. И оканчивались черными когтями. Он показал мне свиток, на котором, по его словам, была изображена карта мультивселенной. Бесчисленные слои бесконечных спиралей. У меня начинает болеть голова, когда я пытаюсь вспомнить это. Как бы там ни было, я был рад встретить коллегу-интеллектуала. Я спросил его, в чем заключается его исследование. Какова природа всего этого? Ответил он. Я решил, что это был риторический вопрос. Для начала, добавил он. Третье. В SCP-2264-B существует специфическая структура власти. Включающая сущности, которые, судя по описанию, могут входить в число самых опасных скульпторов реальности, с которыми когда-либо сталкивался фонд. Жезлоносец Кул Манса предупреждал, что к некоторым субъектам не следует даже приближаться, дабы не привлечь нежелательного внимания к нашей реальности. SCP-2264-B управляют или управляли четверо лордов в масках. Черный лорд – носитель маски страдания. Белый лорд – носитель маски упрямства. Желтый лорд – носитель маски ненависти. Красный лорд – носитель маски веселья. По его рассказам, они являются главными советниками короля Аллагада. Он предупредил еще, что не следует обманываться их именами. Все они опасны в равной степени. Я видел лордов в масках издалека. Всех, кроме носителя маски страдания. Мне кажется, что некоторое время назад черный лорд стал жертвой какой-то политической борьбы. Причина, если таковая имелась, неизвестна. И был выброшен в некую ужасную пространственную дыру. Возвращение его, скорее всего, лишь дело времени. Коварные чары города-государства скрывают ужасную правду. Правду, которую Жезлоносец с трудом мог передать словами. По его утверждению, большинство иноземцев приходит сюда искать милости короля. Он отказался говорить что-либо еще об этом существе. Посоветовал мне также избегать встречи с послом Аллагада. После чего вежливо попрощался. Я решил, что пора возвращаться, собрал остальных. Некоторых пришлось вытащить из кучи переплетенных экстрамерных существ в масках. Первая же дверь, в которую мы вошли, привела нас обратно в основную реальность. По моему мнению, SCP-2264-B представляет собой межпространственный узел, связанный с бесчисленными количествами миров мультивселенной. Любая дверь внутри SCP-2264 ведет напрямую к SCP-2264-A. По-видимому, если другие проходы, подобные SCP-2264-A, существуют, то в настоящее время они закрыты. Доктор Калистро Наварас примирован за проявленную инициативу. По данным психологической экспертизы, его участие в новых экспедициях в ближайшем будущем сочтено безопасным, хотя ему рекомендовано в дальнейшем придерживаться в отчетах более профессионального тона. При отборе новых участников исследований решено искать агентов, у которых наблюдается повышенная активность теменных долей в измененном состоянии сознания, сон и тому подобное. Сущность, известная как жезлоносец Кулманса, считается ценным источником информации. Ей присвоено обозначение SCP-2264-2. Сущностям, известным как Лорда в масках Лагады, присвоено обозначение SCP-2264-3. Исследовательский отчет от доктора Калистро Наварас. Второе посещение. Поскольку, по моему мнению, SCP-2264-2 является единственным обитателем Лагады, которому мы можем полностью доверять, я начал с его поисков. В городе находятся тысячи, если не миллионы существ. Но SCP-2264-2 выделяется тем, что проявляет строго научный интерес к SCP-2264-B, в особенности к дворцовой библиотеке. Собрание книг было впечатляющим, не исключая, что даже бесконечным. Конца комнаты не было видно, коридор тянулся до горизонта. Мы с агентом Кромвиллом и доктором Ю двигались по кажущимся бесконечному залу в поисках SCP-2264-2. Я осмотрел несколько томов и свитков, но перевод неизвестных символов не появился, что заставляет меня подозревать, что данные тексты в принципе не могут быть переведены на земные языки. Вскоре мы нашли SCP-2264-2. Он был столь же приветлив, как и в прошлый раз, и поинтересовался, как у нас идут дела. Я спросил, как продвигаются его исследования. Привожу его ответ, насколько точно, насколько сумел его запомнить. Посол Аллагады возвращается из Адитиума, и лишь безумец станет его дожидаться. Советую вам уходить как можно скорее, и сам собираюсь сделать то же самое. Я поблагодарил его за предупреждение и заверил, что мы не задержимся надолго. Затем я спросил его об Адитиуме, и он ответил. Ужасный город, населенный столь же ужасными людьми. Говорят, что верховный карцист Адитиума выполняет план древней твари, чудища. Что, быть может, сравниться даже с повешенным королем Аллагады. SCP-2264-2 произвел звук, напоминающий карканье вороны. Не следует говорить о них. Не здесь. Я спросил его, кто он такой. SCP-2264-2. Сам, желая узнать о нем побольше. Он ответил. Я, жезлоносец Кулманса, ученый, как вы без сомнения уже знаете. Путешественник по астральным мирам. Мореплаватель небесных морей и спелеолог межпространственных пезан. SCP-2264-2 упомянул нашу ауру, сказав, что она достаточно редко встречается в мультивселенной. Но отметив при этом, что он сталкивался с подобной во время предыдущих посещений SCP-2264-B. Среди прочего, он сообщил следующее. Бессмертный купец из Лондона, движимый алчностью и мрачным честолюбием. Был еще один. Чужак в чужой стране. Казалось, он не знал, куда попал. Но от него пахло страхом. Я не могу представить, как можно случайно попасть в Алагаду. И даже не думал, что такое вообще возможно. Он вскоре исчез. Хотя я даже не заметил, как он ушел. Просто был и исчез. Далее он рассказал о карцистах и ключниках Адитиума, утверждая, что они смердят ганилью и эмбриональной жидкостью. Все это были встреченные им люди с аурой, похожей на нашу. Полагаю, что SCP-2264-2 способен ощущать приблизительное место происхождения человека в мультивселенной. SCP-2264-2 повернул голову вокруг своей оси, подобно тому, как делают совы. И прокаркал. Я чувствую, что посол Алагаду уже вернулся, мне нужно уходить. Предлагаю вам сделать то же самое. Бегите, не медлите. Быть может, когда-нибудь я навещу и ваш мир. SCP-2264-2 вышел в ближайшую дверь. Мы не смогли открыть ее, полагаю, она вела в родной мир SCP-2264-2. Мы покинули библиотеку быстрым шагом, не желая привлекать к себе внимание бегством. Найдя незапертую дверь, мы вернулись в нашу реальность. Мы не видели ни посланника, ни короля, и я полагаю, встречи с ним лучше не искать. Несмотря на отсутствие наблюдений, послу и королю Алагады все же присвоены обозначения SCP-2264-4 и SCP-2264-5 соответственно. Требуется уровень допуска не ниже четвертого. Голосами 10 членов Совета О5 против трех было принято решение отправить мобильно-оперативную группу ПСИ-9, глядящую в бездну, в SCP-2264-B. Целью операции было обнаружение SCP-2264-4 и SCP-2264-5 и оценка их потенциальной опасности для человечества, Земли и нашего мира. 12 агентов обученных техники рукопашного боя и контр-оккультным стратегиям вошли в SCP-2264-A в 8.00. Один агент вернулся живым, остальные считаются погибшими или безвозвратно потерянными. Опрашиваемый агент Александр Пападопулус, опрашивающий доктор Лакшми Наранг. Предисловие. При выходе из SCP-2264 агент Пападопулус находился в критическом состоянии и вскоре потерял сознание. Медицинский осмотр выявил множественные переломы по всему телу, а также обширное внутреннее кровотечение. Агент Пападопулус был госпитализирован. Лишь три недели спустя состояние его здоровья позволило провести интервью. Начало записи. Доктор Лакшми Наранг. Понимаю, что это может быть сложно, но расскажите, пожалуйста, все, что вы помните. Агент Александр Пападопулус. Город был великолепен. Нас, конечно же, предупреждали как могли перед выходом на задание, но слова тут бессильны. Мы все выглядели как орликины или кто-то вроде этого с маскарада 17 века. Не совсем точно, но близко к этому. Маски не снимались, как мы не пытались их снять. Задание наше было довольно неопределённым. Доктор Лакшми Наранг. Неопределённым? Агент. Найти SCP-2264-4-5, оценить их возможную опасность. Мы знали, что они имеют большое значение для SCP-2264, но не имели представления, как они выглядят и где их найти. Доктор, продолжайте. Агент. Хорошо. Так. Но мы нашли дворец, не знаю, сколько времени это заняло. Время в том месте практически не поддаётся описанию. В городе было много народу, особенно в том дворце. Но это не было похоже на деловую суету городов нашего мира. Было какое-то отличие. И я не знаю, как ещё это можно описать. Думаю, что это не так важно. Предметы расплывались. Это было как во сне. Доктор. Как во сне? Агент. Ну да, то есть это был не сон, я уверен. И мои шрамы это подтверждают. Всё было реально. Но вот вы когда-нибудь замечали, как во сне проскакивают детали. Когда вы где-нибудь оказываетесь, но не помните, как туда попали. Вот на это было похоже. Я помню, маскарад играла музыка, все танцевали. Ну и трахались. В масках, конечно же. По-прежнему в масках. Когда мы увидели кое-кого из них голым, мы поняли, что значит хороший костюм. Их кожа выглядела как фарфор. Наверняка это были местные. Ну, то есть SCP-2264-1. Но чем дольше вглядываешься, тем меньше они похожи на людей. У некоторых больше конечностей, чем нужно. У некоторых меньше. Ну, люди-змеи, вроде монстров из старых комиксов, которые я читал в детстве. Извините, мысли путаются, голова болит, когда пытаюсь вспомнить. Отвлекаясь. Я не могу пошевелить ни руками, ни ногами. Что с ними? Доктор. Потеря чувствительности, побочный эффект вашего лечения. Пожалуйста, сконцентрируйтесь на моих вопросах. Агент. Ладно, если вы настаиваете, я помню, как оттаскивал агента Маэтра от какой-то женщины. Она не нападала на него совсем наоборот. Не могу его винить, фигура у нее была, что надо. Легко не заметить щупалец. В конце концов, мы собрались вместе. Сложно делать вид, что не ищешь неприятностей, когда идешь такой толпой. В любом случае, мы бродили по дворцу, и он был похож на лабиринт. Честно говоря, я бы не удивился, если бы мы наткнулись на Минотавры или что-нибудь еще в этом духе. Думаю, большую часть времени мы спускались по лестницам. Я вспоминаю ощущение, будто мы опускаемся все глубже и глубже. Потом, когда мы подумали, что наконец достигли дна, мы как-то оказались снаружи, как будто мы вновь очутились на том же месте, где вошли в СП-2264Б. Черт, да мы все видели дворец вдали, но что-то изменилось. Везде было темно, все потеряло цвет. Ну, то есть, мы все видели, но все было в серой сумрачной дымке. Улицы были пусты, здания выглядели разрушенными. Ну да, как будто город был давным-давно заброшен. Было пусто и тихо. Не звук, кроме звука наших шагов. Мы вошли в новую итерацию дворца. Архитектура осталась точно такой же. И тогда мы услышали шепот, чей-то шепот на языке, какого я никогда раньше не слышал. Я чувствовал, как он проникает в уши, ввинчивается в мозг. Мы колеблется. На его глазах выступают слезы. Доктор, пожалуйста, продолжайте. Агент, мы убили себя. Доктор, что? Агент, мы не хотели, но у нас не было выбора. Посолу Лагаду он нашел нас. У него не было лица, ни рта, ни носа, ни глаз. Мне вначале показалось, что на нем обтягивающие костюмы, туфли на высоких каблуках. Так он выглядел, но это было его тело. Его кожа была темной, это был высокий, гибкий андрогин. И он, он, доктор, пожалуйста, эта информация очень важна. Успокойтесь. Мы можем прерваться, если агент перебивает. Это высокомерная тварь. Он буквально излучал гордыню. Я не понимал ни слова из того, что он говорил, но каждый звук его речи сочился нарциссическим ядом. Он поднес руку к тому месту, где должен был быть рот. Он хохотал и хохотал. И тогда мы стали убивать друг друга ради его развлечения. Круша кости, раздирая плоть и органы. Ему на потеху мы уничтожали тела и разум друг друга. И все это время мы кричали и умоляли, но не могли издать ни звук. Простите. Пытался я сказать простите. Их глаза молили о пощаде и просили прощения. В конце концов, я остался единственным живым человеком. Среди растерзанных тел моих друзей и товарищей. Теперь я понимаю, почему. Послу нужен был свидетель. Тот, кто передаст его сообщение. Кто расскажет все это и... Замолкает, тяжело дышит. Доктор. Продолжайте, пожалуйста. Агент. Я видел, как двигается потолок, когда он тащил мое избитое тело из зала в зал. Когда мы наконец остановились, он поднял меня в воздух и повернул лицом к трону. И я увидел короля. Он был закреплен на месте с зачарованными оковами, обхватывающими его шею и руки. Похожие на руки мертвеца. Его лицо было скрыто вуалью. Какие-то проворные твари сновали по нему. Лаская его конгульсирующее тело, будто пытаясь успокоить. Другие же натягивали тросы еще сильнее. Король дрожал и извивался, и я видел, как какие-то бледные завитки показывались из его разорванной мантии и исчезали обратно. Я продолжал смотреть, когда вуаль приподнялась. Тон опрашиваемого изменился, что предположительно свидетельствует о прояснении сознания. Я хочу умереть. Я не могу жить дальше с тем, что я сделал. Пожалуйста, убейте меня, прекратите это. Я не чувствую ног, я не чувствую рук. Только это. Только это. Пожалуйста, я вас умоляю. Доктор. Вы знаете, что я не могу этого сделать? Пожалуйста, расскажите, что вы видели. Агент, лишенным эмоций голосом. Дыра в форме Бога. Бесплодные остатки рухнувшего, неудачного творения. Вы видите свет давно умерших звезд. Ваша жизнь – всего лишь эхо последнего вопля умирающего божества. Незримое стягивается вокруг вас и душит, как петля. Конец записи. Все операции, касающиеся SCP-2264, приостановлены до нового распоряжения. Просьба агента Пападополоса об устранении отклонена. Ввиду полученных повреждений потребовалась ампутация обеих рук и обеих ног. Субъект более не способен осуществлять большую часть биологических функций без помощи систем жизнеобеспечения. В целях обеспечения его собственной безопасности субъекта следует зафиксировать. Несмотря на утрату конечностей, он продолжает попытки суицида. Также необходимо тщательно допросить его на предмет любой известной информации о SCP-2264. Ввиду контакта субъекта с SCP-2264-4 и SCP-2264-5, он должен быть помещен под тщательное наблюдение на случай проявления признаков каких-либо аномалий. Ввиду отказа агента от пищи и питья его кормление будет осуществляться при помощи трубки. Приложение. SCP-2264 был обнаружен случайно в ходе реставрации башни Мартина. Представители короны обратились к фонду, ввиду подозрений о возможной аномальной природе обнаруженного артефакта, возникших в ходе изучения найденных внутри записей, автором которых, как было установлено, был Генри Перси, девятый граф Нуртум Блент. Среди его записей было обнаружено неотправленное письмо, адресованное Кристоферу Марло, известному поэту и драматургу. Письмо датировано 30 мая 1593 года. Это день нераскрытого убийства Кристофера Марло. Документ 2264-0037. Моему единственному любимому другу. Да не придет это письмо слишком поздно. Ты упрашивал меня не строить врата Януса. Я тяжко оскорбил тебя тогда, назвав глупцом и невеждой. Молю тебя, прости мою занощивость. Ты столкнулся со злом, которого я не сумел разглядеть. Показав тебе иную реальность, я позволил скрытой там тьме опутать своими кольцами твое прекрасное сердце. Я был слеплен и не прозрел. Умоляю, сожгли ту проклятую пьесу. Упомянутая пьеса напоминает SCP-701. Следует изучить данный сценарий на предмет новой информации о Балагаде. Заметки доктора Никиру Дивара. Пусть она обратится в пепел. Твой заказчик несет зло и темный соблазн. Там лежит то, чего просто не должно существовать. Посланник хочет использовать тебя, как уже использовал меня. Я закрыл врата Януса и теперь лишь посвященный сумеет войти в них. И да, хватит ему мудрости увидеть то, что не смог разглядеть я. И силы, дабы убить проклятого короля того места. Будь проклят этот город крови и его ужасное царство, и его древние бесчисленные злодеяния. Брось пьесу в огонь, отрекися от своего отвратительного заказчика и держись подальше от этого безумия. Мы будем рады вновь встретить тебя в ночи. Субтитры создавал DimaTorzok